Итак, решил купить Redmi Note 7 Pro. У меня уже есть Redmi Note 7, обычный, в принципе, достойный смарт, делал обзор, но вот как всегда хочется большего. И вот теперь пришла очередь более совершенной модели. Чем же он может привлекать? Ну, во-первых, Snapdragon 675 более мощный, чем 660. Во-вторых, камера тоже на 48 Мп, правда сенсор уже более козырный по идее, АМХ 586. Чем же может не привлекать? Ценой. Ведь на Алиэкспресс есть только версия на 6, 128 гигабайт и она подороже. Да и проц, камера. Я отдал за свой 244 бакса с копейками под акцию. Ссылку где брал, добавлю в описание. Ну и то, что нет глобальной версии, а значит Band 20 нет. Хоть тот же Band 7, Band 3 на месте и 4G работает у меня отлично. Также вилка не европейская, нужно будет копеечный переходничок. Значит так, друзья, на Алиэкспресс, где его можно купить, есть варианты с заводской прошивкой, где только английский и китайский языки. И есть уже с накатанной индийской или кастомной версией прошивки, где есть мультиязычность. Ведь продавцы заморачиваются, разблокируют загрузчики и перепрошивают это дело. Я решил взять, конечно же, более дешевую версию, так как уже успешно прошивал смартфоны и у меня есть Mi Account. Но если у вас никогда не было Xiaomi и слова Mi Account, загрузчик, прошивка вызывают у вас вопросы, тогда вам противопоказан данный способ. Лучше брать другой смартфон, уже глобалку. А если этот, то, конечно, уже перепрошитый. Или же заморачиваться, изучать все это дело и прошивать. Форум 4PDA в помощь. Итак, получил быстро со дня заказа, посылка хорошо защищена, коробка в целлофане. Продавец не трогал, это хорошо. Открыв веселую коробочку, обнаружил футлярчик, в котором заводской затемненный силиконовый чехол, под ним китайская зарядка и USB Type-C кабель. Телефон с виду точно такой же, как и младшая модель, Note 7, без Pro. И внешне, и по цвету в моем случае. Сделав первые настройки, выбрав английский язык, я оказался на рабочем столе, где, конечно же, не было Google сервисов сначала. Китайцы их не любят. На 4PDA я сразу скачал Google инсталлер и накатил Google сервисы. И все. Теперь можно полноценно пользоваться, как любым другим Android устройством. Play Market работает, все устанавливается, причем шустро. Тут двух диапазонный Wi-Fi, и я подрубил его к более скоростной 5 ГГц частоте. Первое, что я заметил, смартфон просто летает. Ни единого лага, никакой задумчивости, все очень отзывчиво и быстро. Ведь Pro серьезный, хоть и все еще считается средним. Что ж, оболочка летает, но в ней полно китайского ненужного мне хлама. Да и язык хотелось бы все-таки другой. Я быстренько качаю Mi Unlocker, захожу в Mi Account через мобильный интернет, в режиме разработчика даю добро на разблокировку, подключаю смартфон в режиме Fast Boot и пробую разблокировать загрузчик. И что? Конечно же, программка посылает гулять лесом на 168 часов, что в пересчете на дни составляет 7 дней. А пока сидим ровно и ждем, пользуемся смартфоном на английском. Я обязательно поделюсь впечатлениями, как я разблокирую загрузчик, накачу мультиязычную прошивку и тогда уже буду сравнивать его с Redmi Note 7, у которого глобальная прошивка. Все это в одном из ближайших видео, так что вы знаете, что делать. Многие уже в курсе, что у данного смартфона, как и в просто 7-ке, сзади слой из стекла, как и спереди. Рамка пластик. И сборка довольно качественная. На месте вход по 3,5 миниджек сверху и инфракрасный порт. Тот же USB Type-C снизу для зарядки и ощущается он точно так же, как неудивительно. Эргономика не самая лучшая. Тут уже и форма смартфона, его длина, спинка, выступающая камера. Смартфон не маленький, как и рамки не самые минимальные. Козырь, конечно же, большой дисплей с функцией управления жестами. Тем более, ею еще приятнее пользоваться, когда все просто летает. И посмотрите только на реактивный сканер отпечатка пальцев. Не так давно в Redmi Note 7 и 7 Pro появилась функция скрыть верхний вырез. Он скрывается в разделе безграничный экран. И мы получаем такие же скругления, как и снизу. Но я не понимаю, почему значки батареи, Wi-Fi, часов и остального находятся не в пустующем верхнем вырезе, где им и место, а ниже, занимая полезную площадь экрана. Раньше же делали возле выреза, и всех это устраивало. И теперь в YouTube со всех сторон скругление, ничего не торчит, какая-никакая симметрия. Так же на этой прошивке, если опустить шторку, отсутствует иконка настроек, к которой я привык. Приходится искать ее на рабочем столе. Где деле, ребята? Ну, это такое мелочи, оболочка все-таки многофункциональна. Сам экран на 6,3 дюйма, к нему претензий нет. Все сочно, с хорошими углами обзора, регулировкой баланса белого, с хорошим диапазоном яркости. Материалы довольно стойкие к износу, но на экран я бы все же наклеил гидрогелевую пленку. Поскольку какая бы там горилла не была заявлена, микроцарапины все равно рано или поздно появляются. На младшем брате, которым я пользовался месяц, ничего криминального я не обнаружил. Но я читал в комментариях, что появляется. Тогда я вооружился фонариком и пристально выискивал царапины. И все же нашел парочку еле заметных. Так что тут гидрогелевая пленка в помощь, если хотите идеальный экран под ней. Что же, подошли мы к интересующему нас апгрейду. Процессор Snapdragon 675. Он уже мне знаком, был на обзоре у меня Meizu Note 9 с таким же процем. И то, что оболочка летает, я уже рассказывал. Данный проц закономерно находится выше 660 и ниже 710 снапа, если учитывать все, видеоускорители в том числе. В Antutu он набрал у меня 1081 тысячу баллов, что неплохо, согласитесь. В то же время младший брат на 660 набирает 142 с лишним балла. Играл в танки и папк куда ж без них, так как это одни из самых тяжелых игр. Так вот, в танках на максималках можно играть. Может кое-где снизим некоторые параметры во избежание проседания FPS в особенно загруженных сценах. Папк вообще сам автоматом выставляет высокие настройки. Данный смарт можно отнести к среднебюджетным игровым устройствам. Да и запас по производительности тут есть на парочку лет вперед. Но вот эти сильные скругления, как сказать, отжирают часть полезной информации. Например, в танках я не вижу FPS. Могу догадываться по кусочку первой цифры. Но я скажу вам, что батареечку данный прот с поднагрузкой в тех же играх кушает не на шутку. Это я заметил еще после обзора Meizu Note 9 с таким же протсом и батареей. Так вот, 10, а то и 11% за полчаса игры на Redmi у меня ушло. И в то же время просмотры видео YouTube при яркости 75% посадил смартфон лишь на 4% за полчаса. Напомню, что батарея тут 4000 мАч. И как мы уже понимаем, если много играть, даже на день ее может не хватить. И в то же время в обычном использовании звонки, браузинг, видео, мессенджеры ее с большим запасом хватит на целый день и даже на полтора-два дня. А в комплекте со смартфоном идет блочок уже быстрой зарядки, потому заряжает быстрее, чем младшая версия. Время на ваших экранах. Теперь еще один козырь смартфона. Камера. Сенсор обещает быть получше, чем у младшей версии. Что ж, взглянем. Итак, сразу спешу показать вам первое фото. Справа 48 мегапикселей, которые можно включить в Pro режиме родной камеры. Слева стандартные 12. И Эврика. Тут я действительно увидел те самые 48 мегапикселей. Куда ни глянь, детализация на 48 мегапикселях выше. Тут при сильном кропе все гораздо лучше и различимо. Так что могу сказать, что тут действительно есть некий прогресс в сравнении с младшим братом. Где я не видел совершенно никакой разницы в детализации в режиме 12 и 48 мегапикселей. Второе фото. Смотрим на цветки каштанов. Справа картинка гораздо четче, если сильно приблизить. И так в принципе во всех случаях в панорамных сценах. Но не спешим радоваться. Не все так просто. В макро режиме, если фоткать вблизи на 48 мегапикселей, у меня постоянно получалась мазня. Как на этом фото. Хотя отдельные элементы опять все-таки четче при 48 мегапикселях. Но все равно лучший цветок выглядит на 12 мегапикселях. Может это софтово и потом еще подтянуть, но пока так. Ну и главное в слабом освещении. Смотрим на темный угол. Тут видим, что при недостатке света 48 мегапикселей заметно сливает 12 мегапикселям. И как вывод я могу сказать, что 48 мегапикселей подойдут тем, кто на отдых например едет снимать панорамные снимки, здания, людей и так далее. При хорошем свете на дальних и средних расстояниях. Такое фото можно будет даже распечатать в хорошем качестве. Для макро и недостатки света лучше все же 12 мегапикселей. Портретный режим хорош. Ошибок допускает не так уж и много. И главное, что после съемки можно регулировать это самое размытие, вернее его степень в ручном режиме. Хоть иногда почему-то и размазывает сам объект съемки, но побаловаться можно. Видео при съемке в 4К качество наилучшее. Особенно если смотреть на большом экране. Но нет стабилизации. А еще как всегда низкий битрейт. И часто можно замечать так называемые квадратики. Особенно на фоне неба. Тут хороший динамический диапазон, как по мне. Ну и 4К поддерживается. 4К 30 кадров. Напомню, что у младшей версии нет поддержки 4К. Ну и проверим также Full HD 30 кадров. Поскольку при 4К электронной стабилизации нет. Тут может немножко качество ниже, но все же. Зато есть стабилизация. И так тоже проверяем динамический диапазон. Как видим все красиво. В тени все видно. И светлые участки тоже есть. Динамический диапазон тут действительно выше среднего по уровню. Вот смотрите, небо и каштаны все видно. Это очень хорошо. Ну и Full HD 60 кадров. Электронной стабилизации в этом режиме нет. Так что кому нужно много кадров, придется ограничиться тем, что есть. Для съемки динамичных сцен, в принципе, то что нужно, кому нужно. В принципе, 30 кадров тоже хорошо. 60 кадров. Картинка не такая киношная. Но зато все шустренько. Резко. Скажем так. Фронталку можно хвалить. 20 мегапикселей и довольно неплохое качество. Плюс есть возможность также размазывать задний фон. О звуке я скажу коротко. Он хорош. Как из мультимедийного динамика, как для смартфона. Также громкий разговорный динамик. А в наушниках звук громкий, даже с большими, высокоомными наушниками. По крайней мере, на этой прошивке. Что же в общем можно сказать о данном смарте? Для кого он? Я думаю, для тех, кто хочет некое ультимейт устройство. За более-менее разумные деньги. Тут не топовый проц, но тащит хорошо. И работает шустро. Тут не самая топовая камера, но я сказал бы, что выше среднего. Это, я думаю, самое яркое отличие от младшей версии смартфона. Проц и камера. Ну и память, конечно. Его пока можно найти на 6-128 гигабайт на момент создания данного видео. Недостатки вы уже знаете, но, повторюсь, нет глобальной версии. А значит, нужно шить самому. Или уже покупать с индийской или кастомной прошивкой, где уже есть мультиязычность. Отсутствует модуль NFC. И смарт не будет ультимейт устройством для тех, кому он нужен. Какой смарт выбрать? Обычную семерку или 7 Pro. Я даже, если честно, затрудняюсь сказать. Когда накачу мультиязычную прошивку, сравню камеры и быстродействие игры, вы это увидите. Так что не забывайте о подписке. Следующее видео будет посвящено одному из самых дешевых вариантов сборки игрового и рабочего ПК на базе процессора Ryzen. А там уже и сравним эти два смарта. С вами был, как всегда, Андрей. Канал Smart Plus. Всем пока, друзья. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...